Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Майнкрафта на нашем проекте серверов nilfgard.ru Server Magic Engineering И это очередная серия отчетов с стримов То есть я когда-то давно, когда вообще открылся вот сервер, да, наш проект Я начал делать вот такие вот, ну, такие серии То есть как бы небольшие отчеты о том, что я делал на стримах, на нескольких, да Как правило, когда набирается много информации, я вот, в общем, делаю такой вот небольшой отчет И отчет, он и, как бы, и с одной стороны нормальный, и с другой стороны печальный Потому что с последнего отчета прошло очень много времени И старая версия была вайпнута, теперь новая версия, теперь заново начали На это есть причина, опять, там, карта крашнут, выдали ошибки Админы не смогли с этим справиться, и это, в принципе, нормально С Майнкрафтом часто так бывает, но ничего страшного Заново начинаем, новый мир, новое здание, новое развитие Начну, наверное, со здания Потому что это здание вообще было мной построено в креативном режиме, сразу могу сказать То есть оно было построено не в выживательном режиме Строил я его для таймлапса от первого лица Но, так скажем, когда я записал видео Которое, по-моему, если я уже не ошибаюсь, 4 часа 20 минут в общей сложности вышло И я сжал его, ну, ускорил его, и оно получилось около, там, 40 или 35 минут А в сумме я хотел где-то 10, 10 всего лишь минут, потому что 35 минут таймлапса смотреть это совершенно не серьезно Поэтому этого видео и нету В итоге есть теперь новый мод здесь С записыванием таймлапса сбоку, да То есть, и, возможно, в скором времени на канале появятся такие видосики Что же сейчас? Я это здание, конечно же, оставил, потому что свой труд я все-таки ценю И в нем частично я начинаю развиваться Здание получилось огромным Оно получилось, можно сказать, даже 3 этажа можно было в нем сделать Но я сделал всего лишь 2 этажа Оно наполовину функциональное И, конечно же, в большей степени оно чисто декоративное Потому что какие-то заводы или какие-то моды я буду развивать в отдельных зданиях И вообще вот эта вот вся территория, которая находится вокруг меня, она будет развита Я постараюсь То есть вот эти горочки, склоны Это все будет сделано и декорировано по всячески переходы, да, тропинки Ну и тому подобное Такие вот моменты украшены При том, что здесь вот цветочный такой биом Кусочек цветочного биома, да, находится И вот на нем как раз-таки все это и будет сделано То есть, допустим, электростанция Immersive Engineering будет Будет станция, где будет добываться магия для ботании Будет станция, где будут расположены алтари Blood Magic И башни, где будут приноситься жертвоприношения И что-то типа такого Или какие-нибудь манускрипты писаться Или какие-то происходить, ну, волшебство или магия Ну, в общем, как-то так я это представляю Вот так же, конечно же, дом фермера, домики еды Все это будет строиться Все это будет строиться наполовину на стримах, наполовину в оффлайне То есть, чтобы это все побыстрее развивалось Потому что, честно говоря, хочется прям побыстрее это все развить И вам уже показать Давайте я пройду вовнутрь и покажу с того места, где я развиваюсь Кстати, ну вот единственное, наверное, что еще есть в такой стороне Это вот мои поля еды, да, так скажем То есть я тут немножечко питаюсь едой Ну и портал в ад Все это временно стоит, чтобы хотя бы оно было как-то Здесь же вот на последнем стриме я начал развивать Immersive Engineering Построил коксовую печь и доминную печь Коксовую для того, чтобы делать криозотные коксовые уголи А доминная печь для того, чтобы делать сталь, собственно говоря Также здесь у меня вот есть Tinker Construct В котором я переплавляю железо И, ну вот даже в данный момент В данный момент вот переплавил 32 блока железных Да, я сейчас нахожусь в креативном режиме Но выживаю, поверьте, именно без креативного режима Здесь просто, чтобы облететь все было нормально Показать со всех сторон Поэтому креативный режим Вот в этой комнатке я и развиваюсь То есть здесь у меня немножко и ботани уже есть Сундучки, ну какие-то развития Вот туда вот у меня такой под домом такой подвальчик Туда вот у меня вход и ух, спуск вниз Там у меня шахта начинается В самом доме ничего такого нету Это пока что, потому что Я здесь добавлю, и здесь будут некоторые уголки И некоторые комнатки используются под некоторые моды Частично Но в большей степени это декоративный такой, как видите Вот здесь я потом повешу какую-нибудь броню Какую-нибудь красивую, которую буду крафтить Тут тоже декоративный такой момент Здесь вот, как видите, типа такого, знаете Ну типа библиотеки я пытаюсь сделать Посмотрим, я еще думаю, как здесь получше сделать Хотелось бы с ботанией здесь немножко поработать Кристаллы поставить Красивые кое-какие инструменты Ну и красивые вот эти летающие растения Ну в общем здесь надо будет тоже украшать Также Также вот есть типа два вторых этажа Так скажем Один вот такой вот этаж с камином С таким мощным камином Потому что вы видели Трубу, да, из которой валит дым Это как раз таки рабочий камин Ну конечно Дым это Идет благодаря моду Railcraft Там есть такой блок Генератор дыма И вот здесь вот временно я разместил библиотеку В которой я зачаровываю предметы Хотя так и ни разу не зачаровал ничего И здесь у меня такой вот небольшой балкончик На котором я буду пить домашний кофе с утречка Перед тем как начать фармить какие-то предметы Ресурсы Или выполнять какие-то задачи Дом довольно-таки серьезная постройка получилась То есть ну в том плане, что она большая Да, крыша такая высокая Но при массовости, ну как бы Мощности постройки Она как-то не выглядит так громадно Да, то есть на мой взгляд Она как-то выглядит так уютненько Компактненько Ну это мой взгляд Конечно, вы же решайте На свой взгляд Но мне мое здание, конечно же, нравится Только такие здания я, собственно говоря И показываю вам Потому что те, которые мне не нравятся А вы их и не видите Вообще, как бы Все мои строения Я думаю, что основные По крайней мере Они будут чуть-чуть Над основным уровнем земли Возвышаться То есть будут такие мостики Переходы То есть как-то так Я это все представляю Возможно, я даже Сделаю отдельную Прям канал Приведу воды В котором будут стоять Водяные колеса Вырабатывать мне энергию В общем, планов на самом деле Очень много Как и всегда Но остается только Реализовать это все И главное, чтобы не произошло Опять какой-то ошибки Вайпы или еще что-то Ну, надеюсь, вам понравилось Если вы захотите к нам присоединиться Не ко мне, а к нашему проекту Потому что не забывайте Если вы захотите где-то рядом Здесь поселиться То правилами сервера Это запрещено Ибо я могу на эту землю Претендовать Что там я захочу Что-то построить Или как-то развиваться И да и вы будете выкапывать Все ресурсы, которые есть Под землей Это не очень хорошо Потому что все-таки Я развиваюсь В выживательном режиме Не забывайте об этом Ну и Вот думаю, вот так вот Я скрин даже сделаю На превьюшку этого видео Вот так вот Так что приходите Всем будем рады У нас есть свой дискорд У нас есть свой сайт На котором вы можете скачать Лаунчер И начать играть На одном из двух серверов Так что Решайте Только вам решать Думаю, возможности у нас интересные Сервера стабильные Ну и играть у нас приятно Надеюсь, вам видео понравилось Приходите на стримы Всех буду рад видеть До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok